хэй 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 всем привет рад приветствовать вас друзья на канале с вами доктор и это брасич что друзья нам необходимо сегодня будет с вами сделать скафандр кедр и скорее всего придется двигаться вот туда далее возможно может быть что-то появится еще не знаю не проходил но собственно с этого начнем как минимум приглашаю вас присоединиться для поддержки сразу поставить лайк если есть что сказать конечно же пишите но сейчас устраивайтесь поудобнее и мы начинаем так первое давайте восстановим в памяти что же нам нужно для данного скафандра 4 алюминия с 4 свинцовой краски титана 2 и 2 рулона тын 3 3 тын ух так что у нас из этого давайте ткань возьмем для рулона нам ткань по-любому понадобится так алюминия нету так а вот такая вот индуктор скорее всего может пригодиться так и вот с металлом тоже там частенько у нас возникают некоторые конфузы так что здесь а магнит блин а я же где-то взял этот магнит раз он у меня лежит а я говорю мне магнита нету но есть же один магнит так не помню для чего мне нужен был магнит друзья оказывается у меня есть магнит а где я его собирал слушать если помните где я собирал магнит пишите в комментариях потому что очень интересно где я его взял я вообще не помню где я взял магнит но где-то взял так ладно где мой велик что-то сканировать там собрался летим на нашу основную базу делаем там и так мне необходимо 4 свинцовой краски это я точно помню соответственно просто краска у меня есть сколько ее есть блин вот еще магнит друзья я магнит лежит а блин вот это я отдаю внимательность просто зашкаливает а зачем мне нужен был магнит кто знает анализатор грунта чтобы создать нужна батарейка электроника магниты два пластика да и давайте создадим сразу анализатор грунта что-то там сканирует собрался два магнита батарейка электроника электроника у меня с собой есть батарейка два магнита что-то еще для анализатора нам потребовалось пластика пластика два штуки пластика вот здесь по моему пластик да делаем анализатор грунта так он занял также две ячейки у нас но окей проанализировать что-то мы потом да сможем так теперь вернемся обратно краска краска здесь у меня краски по ходу нету да у меня есть краска там и в моей первой самой первой базе там точно краска есть но свинец тут тоже имеется нужно 4 насколько я помню до свинца 4 свинцовые краски 4 алюминия 2 титана и 2 рулона так титан 1 так электроники там я точно не видел так что давайте будем выгружать что не нужно титан 2 так вот этого точно там не нужно 2 рулона так с рулоном кстати у тут рулонов нету рулонов нет а вот я видел ткань да давайте мы ее возьмем уже две ткани так вот еще у нас ткань так надо на один рулон есть не на 2 рулона в принципе наберу единственного тут давайте посмотрим может быть тут у нас что-нибудь еще есть интересное так алюминия три штуки вместо четырех один алюминий мне еще потребуется да а вот и рулоны есть отлично давайте рулон сразу сделаем у нас будет два рулона правильно рулон подожди в ресурсах он делается и смотрим скафандр что 4 алюминия свинцовая краска так с алюминием у нас больше тут ничего нету краску я взял свинец у нас там есть свинцовые краски и один алюминий мне нужен в принципе фигня все сейчас я думаю мы туда давайте сгоняем там у меня есть и то и другое и краска и свинец свинцовая краска так свинец давайте мы один возьмем так это не в этом вот здесь у нас свинец хрясь делаем свинцовую краску так что надо еще одну свинцовую краску а еще три свинцовые краски и один алюминий полетели туда в старую базу сгоняем прям буквально мухой может быть там сразу и сделаем все блин а помните как я вот здесь вот все облетал и это было капец какие расстояния оказались и как сейчас это все а я сейчас боюсь представить если я там ускорители которые там можно улучшенные еще поставлю тут вообще все буду махом облетать так дом милый дом ну что давайте будем смотреть у меня тут барахла вообще море всякого разного начнем с того что мне надо краску так мячик нет не пойдет подожди хочу я всю краску уже что ли куда-то подевал не понял я вот интересно прям крайне интересно а кстати у меня же она мне не с собой я там находил какую-то кассету можно было поглазеть ладно ну вот это облом конечно облом перся перся для чего кстати магнит у меня уже здесь валялся интересно весьма весьма ладно друзья давайте тогда что свинец заберем отсюда алюминия я тут не вижу поэтому нам нужно будет это все добывать так батарейку я заберу и вот кстати здесь тоже смотрите сколько батареек бейб вот и вот тебе бейб чё там а можно воды выпить соленый набор слопать и еще воды выпить отлично теперь бип не будет забираем батарейку забираем электронику презерватив пока не нужен пусть он тут лежит так нам нужна краска в блин для краски места точно мало она же по два этих по две ячейки занимает у меня один только и 1 2 короче 6 надо так короче давайте батарейки выложим будем знать что здесь есть батарейки а потом можно будет сюда кстати подлететь друзья и краску сделать свинцовую освободить место и батарейки забрать обратного как я гениально придумал да давайте дрель по моему она сейчас у меня просто вылетит дрель буквально на один этот хватит совершенно верно но мне 4 алюминия и надо так что ладно дрель его потом сделаем так собираем краску а чтобы краску из резервуаров собрать надо дрель очень даже оригинально которая как раз у меня сейчас скончалась а вот у нас и нет тоже весьма интересно оригинально так ага вторая краска и третья краска ну да ладно потом можно будет сюда прилететь и еще пособирать краску да где мой велик погнали тут что пустой баг если конечно тут есть что пособирать но там где-то я кстати еще видел один если конечно потребуется это все мне так ладно окей полетели отсюда кислород окончается хорошо так заходим и делаем свинцовая краска 234 так хочу у меня тут наверное все есть для скафандра кедр конечно ну и давайте будем делать так скафандр кедр защита от радиации 125 судя по документам кедр должен стать настоящей сенсации не имеющей аналогово по прочности экономичности и удобству жаль что все созданные прототипы сгорели в этой ужасной катастрофе из всей же инструкции понятно только как антирадиационную подкладку крепить а понятно но у нас кедр только как антирадиационную подкладку мы укрепили кедром и собственно все так но вот это теперь можно тупо забрать все это тоже забрать вот это у нас периодически пригождается и это заберем так что еще стекло как-то мне там надо было насколько я помню так все давайте мы так сделаем сохраним и теперь оденем новый костюм не понизит активность ядра но повысит ваше сопротивление радиации что является равноценным почти регистрируют значительное снижение из всего потенциала кедра вы смогли использовать лишь улучшенный материал для подкладки но даже этого вполне достаточно для повышения шансов на выживание так дальше что среди вы заметили как было пройдено 3 глава мне кажется что я забыл отобразить надпись об этом это так что произойдет с ядром почему ты постоянно взрыв если прямо сейчас не сработает какой-нибудь скрип там мы здесь застрянем надолго что происходит мне кажется что совсем недавно началась четвертая глава нет похоже вы сделали что-то не так как обычно я предлагаю запустить игру заново и попробовать все сначала серьезно судя по моим запущенный майонез полностью поглотился ядром и дестабилизировал его уровень радиации опустился до критического минимума пора посетить нормандию пока еще не поздно так ну и что все идем посещать нормандию это вот наверное вот тот самый значок который последний у нас остался не посещенный окей товарищ скафандр сейчас сходим посетим я единственное что я хотел у меня же кончился дрель кончился дрель кончилась дрель и давайте мы ее создадим что для этого необходимо очищенный металл здесь нет ни одного очищенного металла по моему да да здесь как ни странно нет ни одного очищенного металла у полетели туда друзья там как раз маленько разгрузимся выкинем военный скафандр и очищенный металл возьмем собственно из 3 сделаем дрель погнали итак выгружаем все батарейки конечно же стекло давайте сюда же так 2 2 практически пустой это тоже мы сюда так топлива на место так всякий ключ карты они нам тоже не нужны военный скафандр туда же я думаю ближайшее время он нам не пригодится так нам нужна дрель так все выбросил замечательно теперь будем дрель делать что для дрель то нужно где очищенный металл батарейка утолщенная изолента так батарейка утолщенная изолента очищенный металл тоже есть один все делаем дрель так все дрель сделали лом есть секатор пока что есть щупа тоже хватит на какое-то время отмычка магнитная дрель и ремонтный инструмент собственно что поесть попить подышать все есть я готов друзья продолжение сюжета вы готовы что ставим лайк и поехали дальше так как где у меня велосипед мой вечно я его теряю вон он что я в него врезался но не сел еще раз так зашли подышали что друзья прям даже интересно как же я буду отсюда выбираться из заброшенного открытого космоса так 2544 метра то есть два с половиной километра у нас до нормандии ну полетели туда будем посмотреть что там так для начала надо вот так сделать все погнали вы чё это происходит вообще а я же без этого не в электро не в электрозащитном скафандре вот меня жахнуло так жахнуло нормандия наверно вон она где друзья что-то у меня есть такое подозрение что тогда здесь по моим расчетам следующее понижение радиации произойдет через 17 часов когда перегреется оболочка ядра понижение будет значительным и продлится от 3 до 10 секунд после чего произойдет взрыв и нас распылит на атомы в связи с этим рекомендуется поторопиться конечно конечно а я что делаю по твоему в следующий раз Так, осматриваемся, где нам потом кислорода пополнять. Должна же быть какая-то кислородная станция, что-нибудь. Не летать же по два с половиной километра туда-сюда. Ага. А вот он. Так, вот он. Где мы будем... Похоже, команда Нормандии героически погибла, сражаясь с гробами, что не соответствует никакой логике. С другой стороны, факт того, что вы до сих пор живы, тоже не соответствует никакой логике. В связи с этим есть вероятность проявления гробами агрессии. Рекомендуется с осторожностью осмотреться и попытаться найти выживших. Прикольно. Война с гробами. Так, пошлите сюда. Большинство систем корабля функционируют в штатном режиме, но потребуется немного поработать, если мы хотим улететь. Так. Прикольно. Оба-на. А, это действующий корабль, друзья. Тут контейнеры. Дешифровать ленту. У меня нет никакой ленты. Что там дешифровать собрался? Так, и кто-то здесь, наверное, же есть. Да, кто-то это все делал же. Так, в толкане, видите, трусы висят. Очень хорошо. Блин, со скафандрами надо будет пооблететь их, посмотреть, о чем он там говорил. Турвал разбит. В остальном тут все в порядке. А вот и последний. Это курс автопилота Нормандии. Без живого капитана мы его изменить не сможем. Никак. Даже ломом. Хотя маловероятно, что капитан рассчитал такой сложный маршрут просто так. И нам вообще следует его трогать. Мне нужно время для анализа. Очень интересно. Но ничего не понятно. В общем, нашли мы. Я так понимаю, он действующий. Но только штурвал у нас полностью разбитый. Ну, блин, у меня же для штурвала уже все есть. Последняя деталь. Да. Новая схема штурвала. Мне нужно просто создать штурвал. Отремонтировать. И мы полетим далее. Логика в данной игре, она присутствует. Но совсем своя. Поэтому не факт, что я пойму, что, зачем и куда. Именно в том состоянии, в котором должно было задумано именно разработчиками, друзья. Потому что вот сколько раз моя логика шла не совсем по игрушке. Может, это чисто моя логика такая. Не знаю. В общем, что. А здесь нам нужно сделать навигатор. Так. Систему фильтрации. Блок контроля. Это что, все я могу сделать, что ли? Штурвал. Интересно. Давайте откроем. И предметы. Штурвал. Ну, штурвал я могу сделать. И на этом все. Других у меня предметов-то и нету. А может быть, как раз, когда я буду лазить по... Когда я буду лазить по гробам, может быть, там все насобираю. Ну, можно посмотреть, собственно. Так. Я так думаю, понадобится магнитная отмычка. В общем-то. Так. А для штурвала-то, кстати, что нужно? Я не посмотрел, друзья. Что надо для штурвала? Индуктор, титана 4 штуки, смолы 4 штуки и 2 штуки электроники. Так. Ну, давайте пройдем мы по гробам. Посмотрим, что нам даст это все дело. А, кстати, вот еще. Это что у нас здесь? Еще одна машинка. Это, кстати, третья, наверное, да? А, она, кстати, не сканируется. Вот что печально-то. Гроган-варвар. Да-да-да. Потрясающий фильм. Человек-качок из расы Грогана. В детстве, если на помойке обнаружились выброшенные люминесцентные лампы, мы всегда играли в Грогана и бились световыми мечами. Было весело. Особенно осколки из мягких мест вытаскивать. Да. Да, друзья. Сразу два фильма сюда запитали. О, чей-то автопортрет, видимо. Так, а что у нас тут? Ну, это же ЗАЗ. А почему я его не могу отсканировать? Я очень хочу отсканировать. Без ремонта тут не обойтись. А, маневровый двигатель. Ну, это у нас есть. Это я могу сделать. Орудий на таком челноке быть не должно. Видимо, для Нормандии сделали исключение. Ну, это Нормандия, собственно. Да. Это челнок. Это не корабль. Я думал, это он про корабль, Нормандия. Вот те нате. А это он про челнок имел в виду. Хорошо. Так, что здесь? Сомневаюсь в реалистичности этого сообщения. Крокодилы вымерли более 50 лет назад. Крокодилы Лены ищут друзей. Хе-хе-хе. Прикольно. Так, что? Давайте пройдем вокруг. Он точно не сам сюда воткнулся. Да. Блин. Что-то здесь произошло. И мне что-то, если честно, немного шутковато становится. Что же здесь произошло? Так, давайте какой-нибудь гроб подойдем. Так, что здесь? Ого. Это не гроб. А вот гроб. Так, ну он разбитый гроб. У роботов не наблюдается встроенного вооружения. Интересно, откуда они достали столько бластеров. Хотя отсутствие оружия в военных отсеках намекает на определенный ответ. Ага. И что сейчас у нас тут? Обратите внимание. Гроб почти не пострадал. Поковыряем его. Че? А, вон оно че, друзья. Бластер. Я теперь вооружен и опасен. Понятно. Так. Изучить. Это что у нас? Сложно подобрать название этой штуковины. Подобные разработки никогда нигде не упоминались. Больше всего это похоже на небольшой компьютер с какой-то жижей внутри. Да-да-да, друзья. Мы подошли. В базе данных нет описания данного оборудования. Предполагаю, что это центральная система роботов. И, судя по всему, энергию она получает от продуктов естественного гниения. Простыми словами, эти роботы работают за счет разложения трупов. Да-да-да, друзья. Походу мы с вами подобрались к тем самым роботам. Помните, которые безобразничали-то у нас тут все. И работают они за счет разложения трупов. Представляете? Просто безобразие какое-то. Так, ладно. Бластер надо взять в руку. Так, стоп. Где мой корабль? Вот этот. Оба-на. Так, ну это вот нам надо восстановить штурвал. Это я понял. Все. Привычка делать селфи до добра не доведет. Кстати, почему мы еще не нашли ни одного фотоаппарата? Да, очень интересный вопрос. Бластер. Ужасная привычка делать селфи. Это как ты так себе сделал селфи такое? Сам себя пристрелил. Ужасно, ужасно. Так, а здесь, видимо, отсюда надо, да, нам облетать? С этой стороны. Угу. Так, что здесь? Починить. Ремонтный инструмент. Он у меня есть. Так, давайте будем починить. Великолепно. Очень ровно. Да-да-да. Так, где мой велик? Да не надо его чинить. Выключи. Убери. Что теперь? Весьма непонятно, что я чиню. Блоки управления. Ну, давайте. Почти готово. Почти готово. Хорошо. Идем мне. Так, еще, еще один. Вон он. Ну, чиним блок управления. Прекрасная работа. К сожалению, блоки управления станцией по-прежнему сломаны. Но есть и хорошая новость. Для запуска Нормандии они вообще не нужны. Я просто хотел вас чем-нибудь занять, пока делал важные расчеты. Вот ты сволочь. Скотина ты постепенная. Еще издевается надо мной. Не, ну как это вообще называется? Короче, зря я тут болтыхался. Потерял кислород. Потерял время. Но кислород, кстати, не потерял. Вот время я профукал дофига и больше. Так, что? Нам нужно что-то найти. Для продолжения. Так. Давайте пролетим вокруг, потом вернемся в Нормандию. Посмотрим, что надо починить. Полетим, сделаем все, что для этого нужно. Насколько мне известно, агентство Брессидж занимается захоронением трупов, а не их созданием при помощи роботов-убийц. Но эти гробы точно не подделка. Вот, и что-то тут с вашими гробами произошло не так. Они начали по людям шмалять. Так, оба-на. Что здесь? Так, вот там вот я видел. О! Щелочь, кстати, есть. Вот сюда вот мы не подлетали. Давайте подлетим поближе, посмотрим, что там. Похоже, что погибший пытался в спешке обезвредить гроб, начиненный гречкой. На взрывчатку это мало похоже. А вот на контрабанду крупы и вполне. Изучить. Золотой стандарт. Гречка. Крупа гречневая. Гречневая крупа, как и гречневая икра, давно стали дорогими и редкими продуктами. Позвольте себе... Позволить себе, которые может, лишь верхушка партии. И то не вся. Всё же спутать гречку с бомбой непросто. Ещё сложнее спутать провода со своей дыхательной системой. Но данный товарищ смог. Перерезал кислородную трубку и успешно обезвредил себя. Да. Ужасно. Хороший товарищ. Специалист-то какой классный. Ой. Сам себя успешно обезвредил. Это настоящее золото. Судя по инвентарному номеру, это гроб одного из руководителей партии. Но самого руководителя что-то не видно. Похоже, помимо агрессивных вооружённых гробов, у нас ещё и следы коррупции партии. Так. Что, пойдём сейчас этого партийного работника проверим. Так, где? Вот он. Корабель. Вот он. Партийный работник. Кто здесь такой? А, прям золотой гроб. Серьёзно, и чё? И чё нам с этого золотого гроба? Мягко говоря, ничего. Я думал, тут может что-то есть. Ну, в общем, что, друзья? Нам нужно сделать один маневровый двигатель. Ещё один. Так. И сделать штурвал. Так. Что-то ещё потребуется нам? Ну, пока что я могу только маневровый двигатель и штурвал. Больше ничего у нас здесь именно для... Для ремонта больше тут ничего у меня нету, по крайней мере, на данный момент. Может быть, где-то искать придётся или изучать. Но... Так или иначе, пошлите делать штурвал и маневровый двигатель. Для этого у нас всё находится... Ну, не здесь это точно. Ну, всё. Полетели туда, на нашей старой станции. Будем... Будем это всё ремонтировать. Точнее, подготавливать для ремонта. Ух, ресурсов тут, конечно, тоже полно. Железо, по крайней мере, точно. Может, подсобирать железо. Вот ещё у нас тут какие-то обломки. Так, ну тут ничего у нас. По отпечатку макияжа на стене можно определить приблизительную скорость полёта погибшей. Точнее, погибшего, что немного странно. Ужасно. Ужасно. Так, ладно, полетели. Так, первый прилетели. Смотрим, что у нас тут есть. Что нам нужно, самое главное. Титан, смола, электроника, пластик. Титан, смола, электроника, пластик, в общем. Смола, пластик. Электроники здесь нету. Здесь что у нас? Так, а полетели, друзья, туда, в наш старый... В нашу старую базу через майонез. Во как. Да, давайте мы через вот эту майонезную базу пролетим. Я так думаю, наверняка, анализатор грунта может нам там помочь. И помните, какая-то плазма у нас там была. В общем, посмотрим. Может быть, она нам что-то даст. Что-то додаст. Так, я подлетел к месту, где у нас майонез. Ну вот, давайте теперь вопрос, как говорится. Главный анализатор грунта нам нужен. Вот, провести анализ. И провести анализ мы будем... Здесь бы пригодился мощный анализатор грунта с функцией глубинного сканирования, какие обычно используют биологи и кладоискатели. Так, давай. Анализатор грунта. Оба-на, троечка. Ничего интересного. Ничего интересного. Да. Ничего интересного. Ничего интересного. Ну. Блин. Летел ради того, чтобы он сказал ничего интересного. Ну, как так-то? Прям печальненько. Я вам скажу. Если честно. Ну-ка, может из этих что-то? ... Ничего интересного. Чё е моё? Ничего интересного. Ничего интересного. Чё е моё? а смысл какой с этим анализатором грунта какой понт как говорится ладно полетели делать запчасти нужные для восстановления так а что у нас говорит энциклопедия насчет этой плазмы и вообще где она у нас тут есть так энергетическое ядро бросишь мы такое знаем в каждом современном двигателе присутствует энергетическое ядро пришедшие на замену обычному топливу сплав обогащенных руд сложные химические реакции и колоссальные объемы вырабатываемой энергии позволили без труда колонизировать космос за считанные десятилетия ядра brestich разумеется уступают правительственным разработкам но имеют простую схему подключения и могут быть использованы для создания своего собственного космического челнока способ добычи им а елы-палы вот же друзья м м и граната и можно добыть это ядро ну прикольно так ликоплазма что это у нас такое ликоплазма соскрести ликоплазму с металлических поверхностей вряд ли получится а вот если заряд антиастероидной турели удачно угодил в крупный астероид ликоплазма может довольно долго болтаться в нем виде аккуратного шарика жидкая плазма остается долго а в открытом космосе еще дольше ее можно легко закатать в банку из-под огурцов для повторного использования такая вот занимательная физика разрезанные астероиды и щупом ну блин все просто оказывается да надо сюда иногда заглядывать в принципе да я думаю можно собрать и то и другое только надо нам все-таки переодеть опять скафандр и одеть скафандр электрика вот он у меня он у меня да он у меня в самой основной нашей базе полетели туда ликоплазма где-то вот здесь должна быть она у нас в разрезанном там у нас есть разрезанный астероид хочу сделать все таки машинку погонять на ней дом милый дом так что мы здесь можем делать мы здесь вот у нас аппарат за один инженерный скафандр военный баллон реактивный ускоритель и жвачка больше тут в принципе мы ничего не можем делать так а для изготовления необходимого нам предмета нужен индуктор титан смола электроника такой индуктор по моему мне где-то просто вообще валялся вот насколько я помню титан смолы 4 надо было дать это на сколько простите так где 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 стоп еще раз счет у меня друзья есть так это не то штурвал делаем ха-ха так штурвал я замать замочарил так хочу у меня вода здесь воды нету здесь тоже нету ну давай выпьем съедим так штурвал я сделал и мне еще надо двигатель на для двигателя для маневрового там все немного не так однозначно что нужно генератор компенсатор и титан пластик есть для генератора так стоп еще раз где у нас генератор блин где генератор и потерялся вот он генератор щелочь электроника и два металла еще надо генератор хорошо что еще нам надо компенсатор щелочь очищенных два металла и титан так щелочь очищены два металла вот он компенсатор делаем ну и теперь собственно сам двигатель титан еще нам потребуется он тут точно есть да будет двигатель где он у нас оба на так есть у меня и двигатель есть у меня и штурвал собственно полностью то я заряженный ребята в общем друзья что все у меня есть для того что у нас сейчас идет по сюжету маневровый двигатель штурвал это необходимо отремонтировать параллельно я думаю мне надо будет пролететь все-таки мимо дел у нас во-первых раздел а ими и гранату надо сделать еще вот что давайте сейчас я сделаю еще короче я ему и гранату про параллельно пролетим мы через астероиды которые там у нас стрелял богатырь соберем октоплазму потом пролетим через электрические вот эти поля соберем непосредственно соберем ядра нужны они или нет не знаю посмотрим насчет ядер тем более что надо будет одевать отдельно скафандр пока не знаю надо не надо хотя для машинки скорее всего придется мне туда слетать в общем посмотрим друзья насчет этих двух ресурсов это мы уже в любом случае будем делать в следующей серии а на сегодня мы будем завершать понравился ролик ставьте лайки есть что сказать пишите в комментариях не забывайте подписываться чтобы не пропустить следующие видео спасибо что досмотрели до конца да прибудет с вами джойстик всем пока до скорых встреч